Я хочу показать вам работы еще одного мастера, который меня очень вдохновили на этой выставке. И это просто ювелирная, тончайшая микровышивка. Посмотрите, вышивка крестиком Лариса. Я сейчас покажу вам мастера. Вот это такая тендитная жиночка. Своими руками вышивают вот эти шедевры. А вы можете в своих руках показать сумку и еще пару каких-нибудь украшений? Ага, так, вот смотрите, насколько мелкий крестик. Вы видите? Гобеленовый стежок называется. Ага, я не вышивальщица, но я восхищена вашими работами. Техника вышивки Петит Пойнт называется. Петит Пойнт, маленькая точка, да, по-французски. В сумочке плотность вышивки 250 стежков на сантиметр. 250 стежков на сантиметр. Сколько времени у вас ушло на выполнение этой работы? Три месяца. Три месяца. Угу. Шедевр. Такой вопрос еще. Вы какими-то специальными нитками пользуетесь, специальными иглами? То есть что... Иглоспециальные, да. А нитки, в данном случае, Молена ДМС, более сложные работы, те уже шелка. Ага, а можете показать более сложную работу, просто чтобы понятно было, в чем сложность. Это миниатюра. Убоги. Здесь около 900 стежков на сантиметр. А сколько сантиметров эта работа? Где-то 2 сантиметра, да? Здесь 18 на 24. 18 на 24, то есть здесь где-то 2000 стежков, да? Сколько вот такую брошечку можно, ну, кулончик вышивать? Не могу сказать, неделю где-то вышивать. Неделя, неделя работы. Это ювелирное искусство. Так, сейчас покажу вам еще. Так, зеркальце. Очень красивое. Это пуговки или пусеты. Броши. Еще одна сумочка. Шикарнейшая, просто роскошная вечерняя сумка. А еще можно, мне очень понравились кулоны, вот этот медвежонок мне понравился. Давайте, о, давайте, мы посмотрим на них поближе. И еще мне понравились вот те розочки. Ой, и здесь тоже шикарный роз. Ага, сейчас, а ну-ка, давайте я Пашу покажу розочку. Посмотрите, какая миниатюрная и красивая, такая нежная. 2 сантиметра, 1 сантиметр. Ой, просто шедевры. Вот шикарные работы. Очень видно прям, сколько труда, сколько сил. Такой кропотливый труд. Скажите, а давно вы занимаетесь этой, ну, вот этой техникой? Я живаю давно, а микровышка я с 2015. То есть вот за эти годы вы уже где-то представляли свои работы? У вас магазин какой-то интервью? Магазин есть, да. Вообще, ну, может, не только в Европе, за рубежом вы участвуете, вы не ездите? Нет, на выставках за границу еще нет. Но в планах есть. Да, в планах есть. Я в Великобританию хочу учить на Долхаус. А вы в Голландию не хотите с нами поехать? Мы весной едем в Голландию. Там кукольные, как раз кукольные миниатюры. Возможно, что... Хорошо, мы тогда с вами на эту тему отдельно пообщаемся. Очень красивые работы. Я вам желаю вдохновения. Спасибо большое. Вот такие работы радуют глаз и вдохновляют, и показывают, что мастера в Украине на самом деле просто ювелиры, волшебники. Еще раз покажу эту прекрасную сумочку. Так. Ну, и я отправляюсь к другому стенду. Есть еще один стенд, который меня очень порадовал. И до новых встреч, друзья мои. Так, Лариса нам пообещала вот тут вот показать, как она выполняет эту работу. Ага, это такая мелкая-мелкая канва или что это? Это канва. Это канва. Это канвая канва. Из шелка. Это 83-й каум. Скажите, а вы как это делаете? С лупой или вы без лупы? Это, конечно... Я подала заявку книгу рекордов. Да? Супер. Ну, мы желаем вам, чтобы вы победили в этом конкурсе рекордов, потому что это действительно ювелирное искусство. Я еще раз... Тысяча сто стежков. На сантиметр. Круто. Так. Ну вот, видите, люди тут как раз стоят, рассказывают, что работа очень кропотливая. Лариса, спасибо огромное. До новых встреч на выставках. Субтитры сделал DimaTorzok.